друзья всем привет меня зовут ольга прилуцкая вы на канале вязание это модно сегодняшнее видео это обзор пряжи от янард силки royal мы посмотрим с вами этикетку пряжи пощупаем ее тактильно а посмотрим как ведут себя образцы до стирки и после стирки с выкладками в таблице с цифрами а также я расскажу свои предварительные выводы по этой пряжи и все это будет лишь мою личное мнение если вам это интересно то конечно оставайтесь со мной первое что мы с вами посмотрим это конечно этикетку пряжи 50 в моточке 50 грамм это 140 метров то есть в 100 граммах здесь 280 метров не тонкая и не толстая пряжа среднего так средней толщины в составе 35 процентов сил к район это искусственный шелк 65 процентов merino wool это мериносовая шерсть цвет у меня 431 и я бы сказала что этот цвет такой грозовой тучи что-то такое вот подобное производители рекомендуют ручную стирку при 30 градусов разрешена химчистка нельзя гладить тюгом нельзя естественно отжимать и сушить в машине нельзя отбеливать сушка на ровной поверхности на плечевое изделие рекомендовано 400 грамм то есть 8 моточков по 50 грамм спицы 67 миллиметров и крючок 6 половиной миллиметров образец 10 на 10 сантиметров состоит из состоит из 12 с половиной петель и 16 рядов образец крючковый из 11 с половиной столбиков и 13 рядов я попробую связать образец крючком рекомендованного размера спицами рекомендованного размера а также возьму чуть больше и чуть меньше теперь немного тактильных ощущениях пряжа очень приятная в руке искусственности я никакой не чувствую нить представляет собой из себя вот такой скрученный шнурочек скрутка я бы сказала степени выше средней то есть не очень плотная скрутка но и не слабая скрутка состоит нить сейчас попробуем ее расслоить состоит нить из четырех тонких нитей и при отпускании она в принципе принимает прежний вид какой-то особой ворсистости на мотке я не замечаю пряжа повторюсь очень приятная в тактильных ощущениях но сейчас встретимся с вами и посмотрим уже отвязанные образцы и так вот образцы связаны из этой пряжи связаны они как спицами так и крючком здесь нет только образца лицевой гладью они мы поговорим чуть позже я его покажу и все расскажу про него а опытным путем я лично пришла к тому что для меня оптимальные спицы и крючок номер пять хотя производители рекомендуют спицы шесть семь крючок шесть или по-моему даже шесть с половиной для меня это слишком большие размеры и если вы вяжете также как я то есть чуть-чуть расслаблено то такая нумерация мне кажется не подойдет лицевая гладь спицами номер семь это что-то такое даже не знаю для каких изделий может подойти полотно такой плотности это очень очень рыхло потому что даже на пятерке посмотрите как это смотрится вот эта пятерка пряжа совершенно не держит резинку я попробовала связать резинку своим способом как я вижу зачастую я вижу резинки своим способом комбинированным вязанием если я вижу что резинка смотрится более-менее если резинка смотрится вот так же отвратительно комбинированным вязанием то я перехожу на классические петли классическими петлями резинка смотрится лучше но и в том и в другом варианте это пряжа резинку эту не держит она как видите вот такая очень очень расхлябанная в готовом изделии конечно эта резинка только для декоративности но никак не для выполнения своей функции резинки здесь я связала небольшой ажурный узор на этот узор у меня есть мастер-класс на канале если интересно можете его посмотреть довольно таки неплохо смотрится эта пряжа в ажурном узоре ну кстати для ажура возможно использовать эту пряжу и более толстые спицы но я как бы не вижу смысла пряжа довольно таки толстовато и вязать на крупных спицах ажур ну это вот вообще не мой вариант дальше я попробовала связать косы и вот такой вот путанку тут из двух рядов тут из одного ряда косы смотрятся хорошо это эти образцы уже постираны вручную после стирки ничего как говорится не расплюснулась не расползлось вполне рельефно выглядят косы поэтому мне кажется что вязание из этой пряжи косы аранов вполне приемлемо только нужно подобрать номер спиц рельефный узор также смотрится неплохо мне понравилось принципе все читаемо все видно узор не располз и по полотну то есть пряжу можно использовать и для рельефных узоров также я попробовала связать образец крючком и вот этот образец я отпарила утюгом если эти образцы постираны вручную то этот отпарен утюгом ничего страшного после отпаривания я не заметила но если потрогать два образца вот эти постираны вручную и отпарены утюгом в этом все-таки чувствуется вот некоторая некоторая жестковатость немного присущая хлопку вот что-то такое проявилось в этом образце но он не скажем так не потерял кардинально свою форму точнее говоря совсем не поменял свою форму то есть вот он какой был такой он и остался он не по не по 2 не подвалялся ничего с ним не случилось я использовала здесь несколько рядов столбиков без накида и несколько рядов столбиков с накидом тоже скажу друзья не вполне не вполне я сейчас понимаю для чего бы я использовала эту пряжу вязание крючком какое бы изделие я увидела из этой пряжи я смотрю на ее цену на примерный расход и думаю что на крючковые проекты я могла бы выбрать что-то другое а сейчас я снимала для вас небольшой такой небольшую такую вставочку про образец лицевой гладью так как я его сначала постирала вручную а потом отправила машин в машину сейчас я сюда вставлю вот этот кусочек про полотно лицевой гладью я стирала постирала его затем в машине на режиме шерсть при 30 градусах перед стиркой в машине я хотела бы зафиксировать как выглядит полотно лицевой глади связаны из этой пряжи на спицах номер 7 6 и 5 сейчас можно его линеечкой промерить примерно чтобы понимать его размеры вот здесь вот линейка показывает 20 сантиметров и еще 17 итого 37 а в ширину конечно тут разная ширина потому что спицы были разные ну хотя бы возьмем за данность вот эти 37 и рассмотрим так вот полотно что она из себя представляет не сегодня составляла для вас табличку как ведет себя это пряжа до стирки после стирки потому что вот этот образец он уже вручную постиран а сейчас я его отправляю в качестве эксперимента в машинку потому что здесь вот на этикетке помечена только ручная стирка но все мы с вами знаем что иногда а точнее говоря зачастую пометка то есть но все равно в машинке мы стираем посмотрим что будет с этим образцом я провела замеры его полные до до стирки ручной после стирки ручной а теперь померяю после стирки машины и вообще посмотрим как он будет выглядеть ну и друзья тадам что получилось из этого образца он свалялся свалялся очень очень сильно никакой машинной стирки для этой пряжи невозможно смотрите если только вы не хотите связать берет а потом его свалять или варежки а потом свалять полотно получилось очень плотная толстая в размере она уменьшилась если там был образец 37 сантиметров сейчас он стал 20 сантиметров в итоге он свалялся в длину на 46 процентов в ширину он свалялся на 10-15 процентов то есть немного ну это всегда так когда мы что-то сваливаем в машинке то в основном нужно ориентироваться на длину ширина обычно у всех пряж она уваливается незначительно поэтому друзья если не хотите чтобы у вас получилось вот такая вот вот такое вот изделие то никаких экспериментов никакой машинной стирки только ручная стирка и слегка можно отпаривать утюгом так как я образец все таки вот который связан крючком я отпаривала сейчас немного поговорим по таблице по тому как я вязала образец лицевой гладью спицами семеркой шестеркой и пятеркой я уже сказала что больше всего мне понравилось и как на мой взгляд подходит для этой пряжи это спицы номер семь ой спицы номер пять на семерке у меня полотно после ручной стирки растянулась растянулась она и в длину и в ширину на 7 и на 10 процентов в спицах номер шесть полотно повело себя вообще непредсказуемо я даже не поняла как это так получилось но в длину полотно растянулась больше чем на 20 процентов а в ширину наоборот стало меньше возможно потому что образец спицами номер шесть был связан у меня вот здесь в центре то есть я не разбивала это полотно на отдельные образцы начала вязать семеркой шестеркой и пятеркой я постирала образец вручную и разложила его но постаралась ровненько на гладкой поверхности и получилось что участок который оказался в центре а это именно были спицы номер шесть я раз ну я разложила как мне показалось нормально но видимо я все-таки более подтянула края чтобы выровнять образец естественно больше растянула вот эти петли получается что это пряжа настолько пластичная что после стирки вы можете выложить полотно или готовое изделие таким образом и до такой формы которая вам нужна растянув по нужной вам длине ширине по выкройке вот потому что говорю вот длину 22 процента а в ширину у меня она стала меньше и потом этот размер зафиксировался это можно применять при вязании плечевых изделий или еще каких-то изделий учитывать при вязание допустим палантинов или шали если вы захотите вязать из такой пряжи но я бы нет я бы не вязала на мой взгляд это пряжа очень толстая и несмотря на то что ее можно вязать на спицах номер семь ни палантин ни шаль я из нее друзья честно говоря не вижу на пятерке полотно получилось стабильным хотя она также как и полотно на семерке было с краю то есть вот здесь было связано пятеркой но семерка изменилась довольно таки сильно и в длину и в ширину а вот пятерка показала себя более стабильно так как в ширину полотно не изменилось вообще поэтому на спицах номер пять четко связав образец связав образец можно четко понять сколько петель набирать вот а в длину это полотно увеличилась на 12 процентов так какие же друзья предварительные выводы я сделал для себя по этой пряжи я записала их как всегда вот в такую небольшую табличку которую использую затем чтобы принимать лишь принять решение о том брать мне такую пряжу на какие-то проекты или нет в плюсы я записала для этой пряжи самые приятные тактильные ощущения отсутствие колкости ненатуральности легкое вязание крючком могу сказать потому что пряжа у меня не цеплялась повторюсь я вязала крючком номер пять второе это возможность использовать не маленький номер спиц потому что скорость скорость получается вязание увеличивается и ты можешь на спицах пятерки связать плечевое изделие гораздо быстрее чем на двойке с половиной третий плюс это возможность применения различных видов узоров все-таки и ажур и теневые узоры и косы и лицевая гладь в этой пряже смотрится достаточно красиво дальше у этого полотна присутствует высокая гигроскопичность когда я намачивала образцы то они впитали в себя огромное количество влаги это значит что пряжа обладает хорошей воздухопроницаемостью и надеюсь что плечевые изделия из нее будут комфортной в носке в минусы я записала то что пряжа совершенно не держит резинку резинка здесь может быть только декоративной дальше второй минус я написала непредсказуемость полотна после стирки потому что не только машинная стирка но и ручная стирка дали непредсказуемые результаты на таких спицах как номер 7 и 6 и даже на пятерки которую я выбрала для себя все-таки в длину полотно достаточно сильно вытянулась мотки по 50 грамм с маленьким метражом это значит что в изделии будет достаточно большое количество узлов мне это не очень нравится метраж у пряжи 280 метров 100 граммах и мне кажется что можно было бы сделать мотки по 100 грамм 50 граммовые мотки здесь как-то не целесообразно это не тонкая пряжа дальше я для себя сделала вывод и для вас думаю друзья это стало уже четко понятно что в этой пряжи возможно только ручная стирка и экспериментировать если вы не хотите свалять изделие не стоит также в минус я записала цену моток этой пряжи весом 50 грамм стоит чуть больше 200 рублей это значит что 100 грамм пряжи стоит больше 400 рублей видимо поэтому эти моточки разделили на мотки по 50 грамм потому что увидев такую цену за моток 100 грамм наверное это какой-то маркетинговый просто ход потому что ну для меня это пряжа таких денег не стоит и если бы я хотела купить что-то вот с эффектом шелка здесь все-таки заявлен как силк ну пусть он и искусственный но все-таки что-то шелковистые мне кажется лучше дождаться распродажи и купить у дропс брашит альпаку силк или альпаку силк и связать из того вида пряжи буду ли я вязать что-то из этого из этой пряжи лично я это мое личное мнение скорее всего нет я не буду зарекаться и говорить что никогда ни за что нет но вероятность от того что я куплю эту пряжу на какое-то большое изделие очень и очень низкая ну а на этом друзья все чем я хотела бы с вами сегодня поделиться я очень надеюсь что было вам чем-то интересно и полезно как всегда буду рада вашим лайкам и дизлайкам пишите комментарии всем обязательно отвечу всем пока пока с вами была ольга прилуцкая пока